С главными новостями к этому часу в студии Ирина Цептова. Время реформ в Нинецком округе завершено. В регионе сформирована крепкая социальная политика, в основе которой интересы и чаяния людей. Безусловная помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кошин. Сегодня он выступил перед депутатами окружного собрания с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации НАУ за 2015 год. В нем губернатор обозначил ключевые результаты минувшего года и проблемные вопросы, работа над которыми будет продолжена в этом году. У нас было два пути дальнейшего развития. Первое – сидеть и ждать, когда цены вернутся на уровень 100 долларов за пара или выше. Либо все-таки попытаться зависимость окружного бюджета от углеводородов снизить, в том числе и через диверсификацию экономики. И сегодня, ясно, мы выбрали верное направление. Одним из верных решений, принятых в прошлом году, по мнению главы региона, стала административная реформа. Удалось снизить количество чиновников и, соответственно, затраты на их деятельность. Забрав значительную часть полномочий из Архангельской области и муниципалитетов, администрация региона исправила положение дел во многих сферах деятельности. В минувшем году произошла перезагрузка всех окружных предприятий. Был принят ряд мер для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Благодаря новому механизму субсидирования конечного продукта в регионе происходит рост производственных показателей во всех животноводческих хозяйствах. У огропромышленников появилась возможность складывать средства в собственное развитие. За минувший год было открыто пять новых производственных объектов. Хочу особо отметить один факт в указанном направлении деятельности. Ранее производственные мощности создавались исключительно за счёт средств окружного бюджета. В 2015 году мы решили отдать их на отпуск самим производственникам. Ещё один шаг – созданная с нуля инфраструктура для развития предпринимательства. Уже сегодня это даёт первые результаты. Создано 101 новое рабочее место. В пять с половиной раз увеличилось количество частных хозяйств в сёлах. Прошедшие реформы обеспечили сохранность социальной поддержки наших граждан, отметил глава региона. Хочу напомнить, что по состоянию на 1 января 2016 года у нас действует 147 мер социальной помощи. 93 из них исключительно региональные. И это самое большое количество в стране. На социальные выплаты приходится 2 миллиарда 280 миллионов рублей окружного бюджета. В то время как обязательные федеральные выплаты составляют всего 172 миллиона рублей. Снижение зависимости окружного бюджета от углеводородов, в том числе через диверсификацию экономики – одно из главных направлений, по которому пошла администрация региона в 2015 году. Несмотря на кризисные явления, удалось не только сохранить долю ВРП, не связанного с природными ресурсами, но и увеличить на 600 миллионов рублей. В минувшем году округ продемонстрировал индустриальный рост в виде увеличения объёма инвестиций в основной капитал на 26%, третье место в стране после Амурской и Магаданской областей, и рост индекса промышленного производства на 7%. НАУ является единственным арктическим регионом в десятке субъектов с самым высоким показателем индекса. Несмотря на период низких цен, недропользователи верят в потенциал НАУ, отметил глава региона. Набыча нефти по итогам 2015 года увеличилась на 800 тысяч тонн по сравнению с 2014 годом и составила 14,6 миллионов тонн. Приток средств в округ – одна из главных задач, которую я ставлю в своей команде. И здесь дело не ограничивается исключительно инвестициями недропользователей. В прошлом году нам удалось привлечь почти 812 миллионов рублей из федерального бюджета. Это в три раза больше, нежели в 2014 году. В числе выделенных федераций средств – 347 миллионов рублей на возобновление строительства автомобильной дороги. Все эти значимые для округа показатели должны иметь самое непосредственное воплощение в главном – качестве жизни нашего населения, подчеркнул в ходе выступления глава региона. Сегодня НАУ входит в шестерку регионов-лидеров по рождаемости. В минувшем году, по данным Росстата, продолжительность жизни в округе выросла до 71 года. Несмотря на эту позитивную динамику, в округе остро стоит проблема с ранней диагностикой онкологических заболеваний. Уровень смертности одного образования – единственный показатель дорожной карты по майским угадам президента в области здравоохранения, которое мы проваливаем. Среди основных итогов работы в 2015 году глава региона отметил то, что удалось закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям, выросшую за три предыдущих года. Сегодня в очереди на предоставление жилья состоит 12 семей. В минувшем году было возобновлено авиасообщение с Кировом и Сыктывкаром. Для жителей важно, что администрация округа продолжает субсидирование пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы округа. В минувшем году власти НАУ направили 346 миллионов рублей на субсидирование пассажирских перевозок. В качестве наглядного примера Игорь Кошин привёл стоимость перелёта в Усть-Кару, себестоимость которого – 22,5 тысячи рублей. Жителям билет обходится в 10 тысяч, льготникам – в 5. В 2015 году в регионе ввезено более 44 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 98% от планируемого показателя. Текущий год будет посвящён подготовке инфраструктуры под массовое строительство, отметил глава региона. Говоря об общественных инициативах, Игорь Кошин отметил, что в минувшем году количество воспитанников детских домов округа сократилось наполовину. В замещающие семьи передано 68 малышей, в два раза снизилось количество возвратов детей. Тем не менее, проблема социального сиротства по-прежнему остро стоит перед нами. Поэтому потребуется активная и действенная работа в этом направлении. Также глава региона обозначил шаги власти по созданию условий для повышения качества жизни в округе. Речь идёт о развитии раннего профильного образования, создании системы массового и профессионального спорта, качественной диагностики и развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Также главным сегодняшним вызовом губернатор назвал проблему безработицы. В завершении выступления Игорь Кошин поблагодарил депутатов окружного парламента за плодотворную совместную работу. Сегодня есть неплохие результаты работы по развитию сельскохозяйства в округе. Слышали, что в прошлом году появилось пять новых объектов. Увеличилось количество оленей в общественном стадии. Увеличилось производство молока. И, конечно, это направление мы будем и дальше продолжать по поддержке наших товаропроизводителей. Неплохие успехи и в дорожном строительстве, в строительстве жилья, по поддержке нашего предпринимательства. Но мы понимаем, что 2016 год будет более сложным в плане пополнения доходной части окружного бюджета. Но вот тот задел, который был сделан в прошлом году, в том числе и завершение административной реформы, поддержка наших сельхозтоваропроизводителей, поддержка авиаторов, поддержка дорожников, строителей. Это дает определенный оптимизм в том, что мы сегодня, округ сегодня идет в правильном направлении. И тот вектор, который сегодня задан, я думаю, что вот эти кризисные явления округ пройдет, будем так говорить, с наименьшими потерями. Мы сегодня услышали, вероятно, то, что волнует рядового гражданина нашего округа о том, что социальная поддержка граждан населения будет по-прежнему крепкой и достойной. Не секрет, что беспрецедентные меры социальной поддержки граждан, губернатор озвучил это число 147, причем более 90, это чисто региональное сотрудничество в органах исполнительной власти и законодательной власти в интересах людей. Мы действительно должны благодарностью относиться к этому, потому что мне кажется, что в пределах нашего региона оттачивается такой посыл, как национальная стратегия в интересах пожилого человека, действия программ для лиц высокого возраста, серьезная поддержка детства сбережения, серьезное выполнение семейной политики, это и многодетные семьи, это и дети. Что мне еще понравилось в сегодняшнем выступлении, это то, что губернатор не говорил о том, что настало время успокоиться, настало время только гордиться достигнутым. Напомню, губернатор округа ежегодно отчитывается перед депутатами до 1 апреля. Дальше – планомерная работа над ошибками и достижение поставленных целей. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре прошли гонки на снегоходах на призы Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Они были юбилейные, 20-е по счету. На старт вышли 55 спортсменов из Наринмара и окружных сел. Поддержать участников пришли свыше 3000 жителей региона. В этом году главный трофей соревнований достался спортсмену из деревни Макарова. Переходящий Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова вернулся Алексею Попову, чемпиону 2013 года. В финальном заезде на снегоходах «Буран» участник из деревни Макарова первым пришел к финишу. Его ближайший преследователь Александр Коткин из деревни Антик, победитель двух прошлых лет, финишировал вторым. Третье место занял Дмитрий Ванюта из Наринмара. В классе «Свободный» победил Андрей Вокуев. На втором и третьем месте Виталий Стремоусов и Валерий Ижимцев. Лидером среди ветеранов стал Геннадий Торопов. Вторым пересек финишную линию председатель собрания депутатов округа Анатолий Мяндин. Третьим – Михаил Вокуев. В женском заезде первой финишировала Елена Стремоусова. За ней – Олимпиада Опарина и Любовь Ордеева. Помимо кубков и медалей, победители и призеры соревнований получили снегоходную технику, квадроциклы и другие ценные подарки. Спонсорами мероприятия стали 16 организаций, работающих на территории региона. Генеральным партнером соревнований выступила нефтяная компания «Востокнау». Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин